Это очень большая игра и сегодня то, что на мой взгляд очевидно, это то, что мы видим все происходящее и в рамках того, что происходит на Майданах в Киеве, и в рамках заявлений кабинета министров Украины, президента Украины. Это все шантаж. Это продолжение политики шантажа. До того, это был шантаж Москвы, он не удался. Сейчас это шантаж Брюсселя. И мы уже, кстати говоря, видим, что Брюссель немножечко, например, стал уже забывать и не так много говорить о Юлии Тимошенко. Если раньше это была проблема номер один, то сегодня уже как-то разговор перешел в плоскость, даст ли Европа деньги Украине. А про Тимошенко уже как бы забыли. То, что происходит на Киевских Майданах. Я не хочу сейчас анализировать там, кто платит, кому платит. Увы и ах, украинская политика такова, что там все митинги, практически все, они имеют финансовую коммерческую основу. Уже просто есть целый батальон людей, которые работают профессионально в этом смысле. Как со стороны власти, так со стороны оппозиции. Вопрос в том, что постепенно сейчас эти Майданы, даже если сейчас днем они там насчитывают нескольких сотен, если не десятков человек, они могут стать, получить внешнюю подпитку Запада, конечно. И здесь, на мой взгляд, больше нужно будет смотреть на реакцию не Брюсселя, а Вашингтона. Сейчас есть те высокие риски, которые сопряжены с Украиной. Давайте вот еще тоже постережемся праздновать победу, что вот не будет это подписано. Не будет хорошо это подписано, но сам тренд нынешнего положения Украины и ее политики, он, к сожалению, не меняется. Мы помним 2009 год, саммит НАТО в Бухаресте, когда в последний момент было сорвано подписание плана действия о членстве Украины в НАТО. Вот прошло 4 года, снова мы находимся в похожей ситуации, но уже не в отношении НАТО, а в отношении Украины и Европейского Союза. Пройдет еще, я не знаю, там сколько лет. И нужно понять, что тот президент, который придет после Виктора Януковича, и, скорее всего, это уже произойдет в 2015 году, он, мягко говоря, не будет пророссийски настроен. Нам нужно понимать, как с ним, с новой этой украинской элитой нужно взаимодействовать. Потому что тот факт, что сегодня элиты Донбасса, новая команда так называемых младореформаторов, это же совершенно не галичане, это же совершенно не люди какой-то иной культуры, не бандеровцы. Нет, это люди абсолютно в этом смысле русско-культурные, русскоязычные. Но получается, что сегодня они становятся большими евроинтеграторами, чем те идейные, так скажем, галичане, которые были времена Ющенко. Мне кажется, это повод задуматься. И вот эти высокие риски, которые связаны с Украиной все последние годы, они, на мой взгляд, основаны на очень низком уровне доверия между Москвой и Брюсселем, между Российской Федерацией и Европейским Союзом. Вот до тех пор, пока у нас не будет выстроено четко, прагматично, но при этом будет какая-то позитивная повестка дня взаимоотношений между Россией и Европой, вот пока этого не будет, мы не сможем решить наши проблемы с транзитными государствами. В принципе, мы обязаны для того, чтобы иметь хорошее отношение в Киеве, в Белоруссии, в Белграде, в огромном количестве других государств, которые находятся между нами и Европой, которые являются и Европой, но в то же время и Евразией. Мы должны четко выстраивать свои отношения с Брюсселем, с Парижем, с Берлином, и эти отношения должны быть, конечно, на высоком уровне, это должны быть такие партнерские отношения. И в этой связи нам необходимо заниматься то, чем не занимается, на мой взгляд, увы, Россия, то, чем пытается заниматься Украина, то, что нам необходимо, это свой лоббизм в Европе, свой лоббизм в Европейской комиссии. В июне следующего года будут выборы в Европейском парламенте. Вы знаете, уважаемые коллеги, сколько составляет группа дружбы между, например, Евросоюзом и Азербайджаном, или Евросоюзом и Ираном. Там работают мощнейшие группы влияния, вкачиваются миллионы евро в создание позитивного имиджа. А Россия не делает ничего в этой связи. Мне кажется, нам стоит задуматься.